Глюкозу с кольцом в носу сильно колбасит в клубе. Тяжелобольной Александр Буйнов, оказывается, ездит в метро. Лечение рэпера Гуфа от зависимости вышло на новый уровень. Вызывает демона. Самые яркие и интересные новости обсуждаем вместе. Четко без воды с вами Жан Содель. Здравствуйте. Глюкозу с кольцом в носу сильно колбасит в клубе. Глядя, адекватно она вообще либо нет. Чистякова и Ионова в свои 38, конечно, выглядит неплохо. Рядом ведет себя как 18-летняя. Многие считают, что с чистой, с нормальной головой вести так себе не будешь. Опять же, кто в наше время ходит в клубы? Явно не те, кто образовывается, что-то изучает в библиотеке. Как правило, любители тыц-тыц и дрык-дрык имеют совершенно другие ценности. Сама атмосфера клубов мне не особо нравится, потому что рядом много нетрезвых. Опять-таки, музыка на любителя. Не то, что дома. Хозяин-барин. Что захочешь, то и включишь. Прямо глюкоза себя нашла, концертов нет. Но теперь хоть диджей в клубе некоторые подмечают, что все. Она уже, так сказать, для стариков, для взрослых не поет. И теперь выступает только для молодежи. Прямо, конечно, тоже молодежь бывает разной. Далеко не все кольцо себе в нос вставляют, как это сделала глюкоза. Разве что делают это свинкам, чтобы не рыли землю. И бычкам, чтобы не убежали. Что думаете по этому поводу? Напишите в комментарии. Тяжело больной Александр Буйнов, кажется, ездит в метро. Да не просто так, чтобы в гипермаркет за хлебом съездить и готов добраться до мест корпоратива. Телеграм-канал Шот подмечает, что 74-летний Буйнов действительно неприхотлив. Он готов до конечной станции доехать до метро. А оттуда же бы его довезли уже до нужной точки. Касательно, еды в гримерке неприхотлив. Хочешь, чтобы были бутерброды, фрукты, печеньки, конфеты. При этом никакого горячительного, а только чай, кофе, молоко. Поступать Буйнов готов 45 минут за 3 миллиона российских рублей. В долларах 28 тысяч. По сути, мог бы машину себе купить, да не ездить на метро. Но, видимо, этим хочется показать, что от людей он не оторвался. Действительно, мне тоже очень нравится. Подземка, да что-то такого. Ранее писали, что у Буйнова якобы четвертая стадия рака. Палиативный статус, то есть лечить уже бессмысленно. Сам же Буйнов говорит, не дождетесь. И на днях заявил, что чувствует себя нормально. Лечение рэпера Гуфа от зависимости вышло на новый уровень. Вызывает дьявола. Выглядит, как будто бы Алексей Долматов понял, что сам он не справится с зависимостью. Поэтому, так сказать, привлек высшие силы. Есть в этом что-то демоническое. Круг, масса кувшинов. Он стоит в центре. 45-летний рэпер 8 раз лежал в психбольнице. И пишет, что диагноз у него психоз свял о текущей шизофрении, если верить в Википедии. Знаете, знать не знал, кто такой рэпер Гуф. До тех пор, пока он в банном комплексе, так сказать, не надавал тумаков представителю Росгвардии. Отнял у него телефон. Ну, а позже был суд и выбил телефон из рук журналиста. Сотрудник Росгвардии Гуф повредил голову, а также ухо. И, знаете, мне думается, что этот рэпер ничему хорошему своих поклонников точно не научит. Ритуал с чашами, конечно, вряд ли поможет. Но, как говорится, надежда умирать последней. Такие вот новости, друзья. Что думаете о распутной глюкозе? Действительно, выглядит она молодо. Но, судя по тому, как она себя ведет в клубе и трясет рукой, что-то с ней не то. Как вам простота буйнова? Как относитесь к этому артисту? Ну и слышали ли о рэпере Гуфе? Или узнали о нем, как и я, вот только осень этого года? Потому что все СМИ прям трубят. Гуф-гуф-гуф-гуф. Абсолютно любые мысли оставляйте в комментариях. Именно там вместе обсуждаем самые яркие темы. Каждый день пытаемся найти истину. Конечно же, оцените видео, чтобы его увидели другие. Подпишитесь на канал Вместе Интересно. Есть ли в соцсетях ВКонтакте, в Инстаграме, в Телеграме, в ТикТоке. Можете поддержать канал Номер карты и ссылка на Донат в описании под видео. Спасибо, что со мной. С вами Жан Содель. До встречи. Хорошего дня. Шикарного настроения. Субтитры сделал DimaTorzok